приветствую всех в этом видео сегодня я хотел бы порассуждать на тему двойственности всегда использую слово порассуждать потому что любое мнение любая теория любое верование это не что иное как точка зрения на пространство в котором с вами живем и каждая точка зрения может только освещать определенный объем пространства так как же мы с вами когда смотрим вперед максимум мы видим на 180 градусов то есть наша способность видеть в нашем пространстве она ограничена то же самое касается с восприятием с точки зрения в этом есть как раз определение двойственности на ту тему на которой сейчас я буду рассуждать есть видимая часть а есть невидимая часть с момента рождения мы с вами сразу же начинаем развивать эти две половинки одна часть связана с сознанием с тем что мы осознаем явно то что мы видим то что то что обращаем осознанно внимание и вторая часть от сознания то что остается в тени всегда у любого предмета есть тень также у нас существует наша с вами собственная тень примеру в индейской традиции данную тень называют хайо к данную тень также можно называть и койотан для современного сознания в современной культуре мы можем назвать это как эго это то с чем постоянно с вами сталкиваемся и это то на что мы постоянно с вами не обращаем внимание потому что это есть инструмент взаимодействия и мы больше обращаем с вами внимание на то с чем мы взаимодействуем они на то как мы с вами взаимодействуем наша с вами теневая сторона теневая потому что там отсутствует наше осознание в большей степени формируется за счет страха и страх также связан с болью это те пространства где мы осознанно не хотим существовать дима с как те пространства с которыми мы осознанно такова наша природа не хотим взаимодействовать поэтому мы с вами на подсознании в автоматически постоянно пытаемся убежать убежать от страха убежать от боли убежать от того что вызывает этот страх потому что такое страх страх это сжатие потому что думаю что каждый из нас обладает опытом да из из когда мы испытываем страх у нас все блокируется зажимается стопориться мир останавливается мир становится плотным а противоположность страху связано с удовольствием связано с наслаждением связано с любовью связано с раскрытием с расширением иными словами связано с пустотой куда мы сами движемся это мы осознанно и неосознанно в первую очередь с плотности дата это вот там где отсутствует жизнь там где отсутствует движение всегда движемся стекаем с плотного в пустое то есть мы всегда уходим из этих пространств соответственно в этих пространствах отсутствует наше с вами осознание что такое осознание так как огонь который освещает когда мы с вами осознаем мы в сами видим освещаем нашим вниманием освещаем нашим осознанием огнем изнутри то с чем взаимодействует и нам всегда приятно взаимодействовать с чем с чем нам нравится взаимодействие то что нас притягивает там где раскрывается движение идти куда мы можем двигаться это движение нам дают это наслаждение расширение а теневая сторона там как раз отсутствует наше внимание мы стараемся избегать жизни мы ее не любим то есть мы ее не наполняем осознанно и это пространство наполняется неосознанными энергиями теми которые мы не контролируем от которых мы убегаем и как правило эти энергии связаны с страданиями с боли и соответственно происходит большее разделение этих двух пространств и большее отсутствие нашего внимания нашего осознания в эту теневой стороне нашего бытия и теневая сторона это как также какая осознанная сторона что в осознанной стороне мы распознаем как мы действуем как мы функционируем какие методы взаимодействия какие методы осознания как мы интерпретируем осознанно но существует отражение этой осознанности существуют такие же неосознанные методы неосознанные формы неосознанной интерпретации которые также влияют на нашу жизнь это вот неосознанность которая формируется не за счет нашего усилия, а за счет нашего бессилия. И это пространство наполняется как раз страданием и болью. А поскольку это пространство собирающее, что страдание, боль, страх, противоположное расширение, оно собирает. Поэтому со временем это пространство накапливает определенный магнетизм, который мы сами не осознаем. И этот магнетизм как раз связан с нашим прошлым, этот магнетизм как раз связан с цикличным временем, потому что время прошлого, оно цикличное, зацикленное. Поэтому иногда мы себя чувствуем, что ходим по кругу, когда мы застреваем в каких-то историях, в каких-то идеях, которые как раз и формируют вот это вот неосознанное теневое пространство. И мы ходим в нем по кругу, не находим решения, потому что этот магнетизм, он не дает нам выйти из этого замкнутого круга. И даже если у нас происходит с вами развитие, мы растем, то по-любому мы сами движемся по спирали. То есть даже если нам удается освобождаться постепенно от этого магнетизма прошлого, все равно наша с вами жизнь движется циклично по спирали. То есть мы так или иначе проходим похожие жизненные ситуации, потому что наша теневая сторона как раз сформирована на основе переживаний, от которых мы с вами убегаем. Таким образом у нас с вами формируются две личности. Одна личность — это внешняя маска, которую мы ставим перед собой, куда мы осознанно вкладываем нашу энергию. Так если бы то, кем мы бы хотели стать, или то, кем мы себя показываем на самом деле. И вторая — субличность. Может быть больше, но мы говорим об основном, да, о двойственности. Это то, кем мы не хотим быть, но то, кем мы являемся также одновременно. Потому что это является также нашей неосознанной, непроявленной частью, которая воздействует на нас на уровне подсознания. И самое интересное то, что поскольку там отсутствует наше осознание, то вот эти вот отдельные субличности в социуме формируют некое коллективное бессознательное, к которому мы неосознанно подключаемся, и постоянно на самом деле подключены к этому, как к потоку коллективного бессознательного, которое на нас воздействует тогда, когда ситуация благоприятствует для активации этих наших с вами переживаний, ощущений. То есть так же, как осознанная часть, как простроенный лабиринт, который построен нашими нейронами, нейронами в нашем головном мозге, структура ментальная, да, как мы функционируем, то же самое существует и в подсознании. У нас тоже там простраиваются взаимосвязи, как цепочки простраиваются реакции, потому что именно подсознание больше связано с пространством реакции. Потому что реакция — это заряженная энергия прошлого, когда как осознанность связана больше с чувством, с чувствованием ситуации, а прошлое связано именно с реакцией на ситуацию. Поэтому наша с вами противоположность, она реакционная. Из этой реакционности, если обратите внимание, всегда возникают суждения, оценки. То есть это тот субличность, наш двойник, Хэйока, сформированный персонаж. Из-за того, что у него отсутствует наше внимание, из-за того, что мы осознанно не интегрируем его в себя, он ворует у нас тайком, а иногда и явно. Он ворует наше с вами в первую очередь время. Своими историями, своими идеями, своими формами реагирования воруется время наше с вами. Соответственно, воруя время, воруется наша с вами личная сила, потому что в таких ситуациях, где нет нашей осознанности, где функционирует именно Хэйока, воруется наша личная сила, потому что мы действуем неосознанно, действуем на подсознании, на тех энергиях, на тех взаимосвязях, которые простроены в этом непознанном, неосознанном, в этой теневой стороне нашего бытия. Но это наша часть, это наша, так сказать, данность, так же, как и осознанная. И самое интересное, что согласно двойственности, эти обе части, они одновременно растут и развиваются. Теневая сторона, как нагваль, тональ, в терминах Кастанеды. Тональ — это теневая сторона, которая пытается нас оберегать. То есть это простроенная равновесная система по отношению к прошлому. То есть это то равновесие, которое выстроило наше подсознание для того, чтобы с минимумом энергии взаимодействовать с пространством. Соответственно, когда система простроена, то нашей теневой стороне не хочется выходить из этого равновесия, она всегда стремится нас удерживать в этом равновесии. Поэтому эта теневая сторона, она с одной стороны нас, гармонизирует, да, уравновешивает, но с другой стороны она не дает нам развиваться. Потому что ее функция не развиваться, а ее функция существовать. И опять же существовать за счет того, что она, эта структура, ворует наше время, ворует нашу личную силу, она ворует наши собственные формы восприятия, наши собственные формы оценки. Потому что мы опираемся на неосознанное, на подсознание, на коллективное бессознательное, которое направляет нами. Особенно, когда человек собирается в группу, манифестации, революции, футбольный матч. Обратите внимание, когда эта энергия синхронизуется, это коллективное бессознательное, она начинает управлять, доминировать. Это такой яркий пример доминирования в такой сильной массе. А простой пример доминирования, это когда какая-то идея в нашем сознании, нами не созданная, но по какой-то причине мы в нее поверили, начинает прокручиваться, прокручиваться, прокручиваться и доминировать. Она тратит нашу энергию, тратит наше время, она питается за счет этого. Мы эту идею подпитываем. И как белка бегаем по кругу. К чему весь этот лейтмотив? К тому, что эти две двойственные части, как я уже сказал, они развиваются гармонично. Развивается наша осознанная часть и то же самое развивается наша неосознанная часть. То есть этот хи-йока, он учится одновременно за счет того, что он пытается интегрировать, пытается уравновесить здесь жизненную ситуацию, потому что какая-то наша часть стремится расти, стремится расширяться, расширять свои границы познания, взаимодействия, погружаться. А теневая сторона компенсирует равновесием, уравновешивает это движение. Не дает, чтобы это случилось. Но тем не менее, поскольку движение есть, ему тоже приходится учиться. Соответственно, у нашей теневой стороны, у нашего хи-йоки, у нашего эго также развиваются способности гармонизации, уравновешивания. То есть наша самая теневая сторона тоже начинает развивать свои хитросплетения, развивать свои методы манипуляций. К примеру, просто из моего личного опыта взаимодействия с людьми. Люди развиваются, свободны. Когда с ними заключаешь договор и говоришь, вы согласны с этим? Вы даете свое слово пройти до конца определенного процесса и уже потом сделать свои выводы, реализовать себя. Да, говорят, мы даем слово, я готов, действую, все нормально. А потом в середине процесса начинается проявляться сопротивление, как раз начинается проявляться тот хи-йока. И этот хи-йока, поскольку он подкованный, он говорит, все, я осознал, отсюда достаточно, больше не хочу. Когда говоришь, ну ты же дал слово, тебе говорят, нет, нет. Я свободный человек, мной нельзя манипулировать, вы мной манипулируете. Хотя я всего лишь хотел обратить внимание на то слово, которое было дано для того, чтобы пройти весь процесс до конца, выйти за рамки ограничения своего собственного эго, своего собственного хи-йоки, который, да, он уравновешивает, гармонизирует, он защищает, но опять же, он не дает двигаться дальше, расширять свои границы. Он тоже растет, его растет уровень манипуляции, уровень осознания. Поэтому надо принимать в расчет, когда мы с вами развиваемся, что эти обе части, они тоже растут, они тоже эволюционируют, набирают силу. Иногда это может быть так, что даже теневая сторона больше набирает силу. Но суть не в этом. Суть именно в осознании в том, что чем больше мы убегаем от этой теневой стороны, тем больше мы питаем ее, тем больше силы мы ее даем, потому что чем меньше мы ее распознаем, осознаем, тем больше у нее раскрывается возможности воровать. Воровать наше время, воровать нашу вечную силу, воровать наше восприятие, воровать наше решение. Потому что она подменяет наше решение чужими идеями, где отсутствует наше осознание. Поэтому на пути эволюции, хотим мы или не хотим, нам приходится, нам просто необходимо интегрировать эти две части. И в индейской традиции как раз интеграция хей-йоги заключается уже в том, что хей-йога воспринимается не как тот, кто мешает нам развиваться, который ставит палки в колеса нашему движению, а как тот, кто проверяет наше решение, проверяет наше намерение, проверяет нашу волю, проверяет нашу искренность и проверяет нашу способность интегрировать быть целостным. Поэтому хей-йога, даже есть такие особые люди, хей-йоги, которые именно только этим делом и занимаются. Если есть какой-то духовный лидер, вождь, племени, у него всегда есть хей-йога, как шут, который все делает наоборот, который вставляет палки в колеса для того, чтобы позволить этому лидеру дальше расти, а не застревать в своем эге, в своем иллюзорном равновесии, чтобы могло происходить объемное движение, объемный рост, чтобы росла и та, и другая половина. Поэтому интегрировать в свою вторую часть, противоположную хей-йогу, очень важно в своей жизни. И жизнь всегда перед нами ставит определенные испытания, задачи для того, чтобы это свершилось. И всегда у нас возникают какие-то сложности, препятствия, в то время как наша теневая сторона, можно сказать, нет-нет, ну раз такая сложность возникла, значит, это не мое, нахер и туда не нужно двигаться, пойдем направо, вместо того, чтобы преодолеть это. Поэтому в любой традиции существуют определенные методы преодоления эволюции, преодоления. К примеру, в Красном Пути есть такое понятие, как обязательство, когда человек, когда он в глубине себя распознает необходимость достижения чего-то, получения чего-то по-настоящему, своей искренности, честности, то тогда он берет обязательство перед самим собой, чтобы, если он просит что-то, какую-то инициацию, пройти ее до конца. И уже потом, пройдя до конца, сделать соответствующие выводы. Потому что, если мы говорим об эволюции, мы с вами всегда движемся в неизведанное, мы не знаем, что там, мы даже не знаем, как это делать. Наш Хи-Йоко с вами этого не знает. Единственное, что он знает, это как вставлять палки в колеса, как говорит, слушай, это не нужно. Зачем это? Нам и так хорошо. Мы и так просветленные. Поэтому, когда человек выходит на путь, обязательство перед самим собой, это является частью его пути, этапа в пути. и пройдя этот этап, дойдя, завершив его до конца, уже тогда можно будет сделать выводы, потому что именно в движении у нас с вами происходит будоражение, ворошение. Именно в движении раскрывается наш Хи-Йоко, наше эго, оно бунтует. и мы можем на это обратить внимание, увидеть его, потому что по всей нам жизни оно прячется, оно работает на автоматическом потенциале. мы на него не обращаем внимания, даже когда эволюционируем, медитируем, занимаемся. Вот когда практика действительно ведет к эволюции, срединная практика, именно срединная, потому что она охватывает все наше бытие, всю нашу сущность, как светлую, так и темную. И тогда этот Хи-Йоко подымается, тогда вы чувствуете сопротивление, и тогда вы чувствуете сомнение. Но когда вы берете обязательство дойти свой этап до конца, есть возможность обратить внимание на это, посмотреть, что стоит за этим сопротивлением, что стоит за всем этим. И это часть нашего мира, это данность нашего мира, и мы с вами живем в двойственном мире, не в противоположностях, а в двойственности, которое взаимодополняет друг друга. Это и называется интеграцией, распознанием, интегрированием своего двойника, хи-йоки в своей жизни. Не сваливание вины на кого-то другого, то, что с нами происходит в жизни, потому что все, что с нами происходит, мы являемся сами источниками того, что с нами происходит. Никто, кроме нас, не является причиной происходящего с нами в нашей жизни. И для этого у нас есть две половинки, светлое и темное, которые заставляют двигаться, которые помогают друг другу, и которые мы со временем распознаем и она становится целостной, светлой. Это когда-то Кастанеда называл огнем изнутри, когда мы освещаем все свои стороны бытия, принимаем их и интегрируем. Так что, когда вы практикуете, когда вы приняли решение пройти определенный этап, и если в вашей жизни возникает сопротивление, сложности, не нужно этого бояться, это означает, что действительно то, что вы делаете, работает, оно начинает будоражить все ваши потаенные места, на которые мы не хотим обращать внимание. А если вы практикуете и все легко, просто, вы движетесь, все божественно, скорее всего, вы движетесь по краю, вы боитесь войти в свою теневую сторону, хотите по-простому, чтобы было проще и легко. Так тоже можно, но это затрагивает большее, большее времени, это тратится больше, больше, и медленно. но по-любому мы все свободные существа, и то, что я вам сейчас говорю, это не что иное, как точка зрения. И в каждой традиции существуют свои точки зрения на эту полярность, на эту двойственность, на этот танец, на этот имьянь. Большое спасибо за внимание, ахоми такуи ойасин, успехов! Субтитры создавал DimaTorzok